Доброго времени суток, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своём канале. Как всегда, я одна. Время 3 часа дня. И вот, значит, скоро Олечка придёт к 4. Дополнительных по... Сегодня у него логика. Вот. Зять придёт после 5. А я пока... Вот сегодня Олечка меня звала. Мам, пойдём. Пойдём прогуляемся. Пока Глебка полтора часа на занятиях. Пойдём прогуляемся. Не могу. Не могу. Я сегодня, пока она за Глебом съездила в школу, я выпекла белый бисквит. Вчера я вот этот красный бар подделал. Сегодня выпекла белый бисквит. И сегодня я сделала крем. Ну, основную часть крема сделала. Вот. А завтра, значит, я... Там остаётся только сливки взбить. 33-процентные сливки взбиваешь. И в этот крем перемешиваешь. И шикарный крем получается. Вот. И всё. И крем будет готов. И я могу, значит, вот этот белый бисквит-пончо готовить. Потому что в четверг мне его нужно отдать. Будет этот тортик. А завтра с утра с Олечкой вот Глеба везёт в школу. И надо будет сделать вот этот красный бархат. Трайфлы. Сделать сразу две порции. Значит, две партии. Одна вечером. Оля звонит. Простите. Так. Всё. Снимаю. Ой. Никак я не научусь сама себя снимать. Это вообще для меня. Это вообще кошмар. Ну и вот. Олечка звонила. Ой. Бедный ребёнок бегает. Мы сегодня съездили. Всё. Последние. Вот грибы вот это купили. Вот. И зеленушки чуть-чуть купили. Всё. Больше нам ничего не нужно. Всё нормально. А сейчас она вот это Глеба отвезла и побежала. Это. У Глеба завтра классный час. И, значит, на классном часе нужно будет какие-то сказали. Ну, кто в маске? Кто колпачок? Может, какой. Ну, короче, что-то хоть приодеть, чтобы классный час более новогодний, по-новогоднему выглядел. Ну, она говорит, я ему хочу колпачок, где до мороза вот такой вот купить новогодний. Я говорю, ну, купи. Вот бегала-бегала, кое-как нашла. Ну, и вот сейчас позвонила маму, всё нормально, нашла. До внучки там нашла ободок какой-то Аленке, говорит, я ей куплю. Я говорю, ну, давай, покупай. Ну, вот. Ну, и сейчас всё, значит. И вот я делала этот крем, я вернусь к своему, вернёмся к нашим баранам, да. Я сделала крем вот этот вот, это основная часть. Его там долго смешивать, варить, там вот это потом опять смешивать ингредиенты. А завтра мне только вот эти 33% сливки взбиваю, перемешиваю с этим кремом и всё. Всё нормально. Крем шикарный. Он похож, вот знаете, в любом тортике он похож, как подтаявшее мороженое. Он очень вкусный. Вот. Ну, и вот так вот, короче, я вот уже два бисквита у меня есть. Красный бархат и белый вот этот бисквит. Теперь у меня есть, значит, крем вот уже есть. Второй крем очень лёгкий. Этот сырный крем, он очень лёгкий. Там чисто смешал и всё. Вот, очень хороший крем, очень шикарный, вкусный крем. Ну, и он лёгкий. Он дорогой, но он лёгкий. Вот. И, мань, не рычи. Вот, она то ест что-нибудь, мешает, то рычит. Мань, ты чё? Как ты себя ведёшь? Ну, и вот так вот, короче говоря, я вот это сегодня сделала. Сейчас поставила оттаивать, забыла ведь с утра. Поставила оттаивать эти, как их, языки. Языки сейчас оттают у меня. Поставлю их, отварю. И я, наверное, даже завтра с утра их залью. Этим, с желешкой. И они к вечеру, да и будут. Гость придёт, они у нас и будут готовы уже. И салатик сделаю. И вот этот красный бар подтрашиваю. Да хорошо. Собственно, завтра мы собираемся не ради застолья, а завтра мы собираемся просто ради того, чтобы пообщаться. Потому что он уже через два, по-моему, дня уезжает. И опять долго не увидимся. Поэтому, ну, вот так вот. Сегодня интересно. Помните, я вчера, во вчерашнем видео вам говорила, попросила Олечку, ты зайди посмотри грибочки. Ну, она говорит, мам, здесь грибочки не айс. Они такие тёмненькие, уже потемнели эти шампиньончики такие. И по три с половиной тысячи килограмм. Сегодня поехали, ну, к нашей постоянной, значит, поставщице. Мы у неё всегда всё берём. И она вот уже, мы подходим к ней. Вот правда, вот я очень люблю хоть что покупать у постоянного продавца, чтобы я была там постоянная клиентка. Они совсем по-другому обслуживают. Совсем по-другому потом они обслуживают. Вот мы подходим, они уже, это, она уже говорит, вот это вкусное, вот это очень вкусное. И действительно, она ни разу не обманула. И вот если, допустим, говоришь, я вот это хочу, допустим, вот эти огурчики, она говорит, не берите, сегодня они не очень. Вот, а вот возьмите вот это вот, вы знаете, насколько вкусно, насколько свежо, насколько вот свеженько. Вот действительно, если что-то предложит это, потом не пожалеешь, что взял. Ну, и это, сегодня пришли, я говорю, грибочки-то есть? Она говорит, да-да-да, свеженькие, показывает, но там грибочек к грибочку, беленькие такие. И главное, крупные, их можно, в принципе, на мой салат их надо все равно мелко резать, поэтому мне это без разницы. Вот, но плюс в чем, в том, что если сейчас вот останется хоть несколько грибочков, я могу их нафаршировать. Я могу их, ножки выломала, и крупные такие вот, знаете, шляпки такие. И я могу их легко нафаршировать, и это будет еще одно горячее блюдо, и это будет очень-очень вкусно. Ну, и вот. И я говорю, по чем, вот это, внимание, вот по чем. Она говорит, по две с половиной. Я думала, что у меня со слухом что-то. Я говорю, по чем ты сказала, я не услышала. И она там, девочка, она говорит, по две с половиной. Я тогда думаю, что-то у меня вот что-то с памятью моей стало, как в той песне. Я тогда к Олечке поворачиваюсь, говорю, дочь, а ты мне по чем сказала? Она говорит, по три с половиной, мам, по три с половиной. Я, во-первых, видела этикеточку, во-вторых, я переспросила, по три с половиной, да. И вот, ну, как так может быть? В одном городе, в одном городе буквально разница-то небольшая от магазинов. В одном магазине по три с половиной, в другом по две с половиной. Ну, это рынок по две с половиной. На рынке, в принципе, всегда подешевле магазинчики. Они все-таки, ну, наверное, более дорогостоящие, потому что они там, наверное, больше какие-то налоги платят или что. Ну, и цены у них, простите меня, тысяча с килограмм, это чувствуется. Вот. Ну, и вот взяла я грибов. Значит, взяли мы с дочей грибов, взяли... Что мы взяли? Груши я себе взяла. Я груши люблю до безумия. В свое время, я же говорю, я в одном из видео как-то рассказывала о своей семье, и там говорил у меня папа, царство ему небесное, как он любил груши, как он любил груши. Вот вы знаете, яблоки, да, он ел хорошо, но груши, вот у нас большая-большая груша росла, и под ней стоял стол и, значит, стул. И он садится там, грушки-то срывает с дерева, и вперед он может такую кучку, значит, вот этих огрызков-то наложить. Вот. А я на эти груши, я смотреть не могла, думаю, ну, вот что он в них нашел? Он мне всегда говорит, доча, поешь? Да, мы его как-то всю жизнь, мы его звали не папа, а почему-то батя. Я не знаю, почему батя. И он говорит, да, бать, не хочу я. Ага. Ну и вот так вот никак. А сейчас у меня фаворит это груши. Я груши обожаю. Я сегодня подошли, а у нее груши. Я говорю, ой, доча, я груши хочу. Она говорит, давай пакетик, я тебе навыбираю. Она выбирала мне груш, вот, значит, вот эти грибы. Взяли луку аж три пучка. Вот, взяли укропчик взяли. Что еще? Огурчиков несколько штук взяла. Я много не стала брать, потому что вроде красивенькие, вроде, говорит, свежие. На один салатик хватит, и все, потому что все равно они сейчас вот на воде вот это выращиваются, они долго не хранятся. Вот, потом это, а, что она еще? А, виноград взяли. Ой, ну доча, как у меня сегодня виноград брала. Я говорю, Олечка, давай возьмем маленькую кисточку. Я хочу канапе сделать. Вот завтра придет Саня к нам в гости. Сделаем канапешки. А канапе там заключается только, знаете, в одинаковый размер. Извиняюсь, доча, что-то. Ой, доча, если пошла что-то закупать, ей надо. Мам, я тебе вот это скинула. Мам, посмотри, как тебе. Я тебе вот это скинула. Ну, все, ответила, похвасталась. Ой, и на все надо ответить. Обязательно, вот если доча пошла куда-то, она будет звонить через каждых пять минут и говорить, мам, я вот это взяла. Мама, вот эту фотографию посмотри, тебе это нравится? Без моего согласия она ничего не купит. Ей все надо, чтобы вот я, значит, это одобрила. Ну, мне это нравится. Вот ее внимание. Она меня без внимания не оставляет никогда. Если я, значит, вот если она что-то покупает или что, я обязательно это должна видеть. Если я не одобрю, она не возьмет. Она не возьмет, потому что, ну вот, она всегда старается со мной посоветоваться. Она всегда, вот у меня золотой ребенок, правда, у меня золотой ребенок, и вот я уже даже сбилась, о чем я про эти, про фрукты и овощи, что мы еще взяли. А что мы еще взяли? Я знаю, что мы взяли на очень дорогую сумму, вот. А вот что мы еще взяли? Огурчики, грибочки. Ну, короче, зеленухи набрали. Вот. Зашли в магазин там попутно этот, короче, в магазинчик, отдел, где она кофе всегда берет зерна. Они вот настолько уже сдружились с этим продавцом. Женщина там такая, ну, уже такая взросленькая. Вот. И, значит, вот они как-то настолько с ней сдружились. Если у Олечки какой-то кофе нужен, какие-то зерна нужны, а их нет в наличии, она обязательно звонит, что Олечка пришел вот этот кофе, а она едет и покупает. И тут мы в прошлый раз пришли купить кофе, и, значит, это, она ей дарит подарок новогодний, говорит, а это вам от меня. Это, значит, германские сладости и что, и кофе германский. Это вам от меня. И как-то вот неловко дочь у меня такой товарищ, что ей обязательно ответку нужно сделать. И сегодня, значит, говорит, мам, ну, раз мы уже будем там на Зеленушке, давай зайдем и подарим что-нибудь ей. Я говорю, конечно, давай. Вот она тоже взяла, значит, там шоколадки, да то... Нет, Оля, она мне не даст сегодня поговорить. Простите, ради бога. Все уже написала. Не мешай, я записываюсь. Вот ведь будет, будет без передышки. И вот если я даже что-то делаю, бесполезно, бесполезно. Вот она будет звонить через каждые пять минут, что-то писать ей обязательно, либо голосовухами перекидываться. Она постоянно так делает. Ну, мне это тоже нравится. Это, в принципе, внимание от ребенка, забота. И если вот не дай бог я не возьму трубку или не отвечу ей, она через пять минут прилетит домой. Она через пять минут прилетит. У нее сразу мысли начинаются, маме там плохо, она не в состоянии ответить. А мне просто иногда вот некогда, или я не услышу. У меня очень часто телефон на беззвучке стоит. Это я сейчас вижу, потому что телефон, вот он передо мной, я с вами разговариваю. У меня на экранчике вылетает то-то, Оля прислала то-то. Ну, и вот она тоже отблагодарила эту женщину, значит, и мы заехали еще в Магнит, значит, там еще докупили по мелочевке. И, в общем, закупились полностью, обратно едем. Я говорю, не-не-не, так дело не пойдет. Я рыбу все по-любому хочу. Если вот так, красотка, мне, значит, вот так молча хамила, когда она просто, ну, не обслужила так, как надо. Просто, ну, просто, помните, я говорила, по телефону разговаривает, и все, на меня внимания не обращает. Вот, ну, и не надо, я возьму в другом, и почему-то подумала, подумала, вчера, сегодня, вот у меня вот такая вот мысль раз в голову, это, пришла, думаю, подожди, а почему я должна брать скумбрию, а почему бы мне не взять нашу речную рыбку? Ну, я, конечно, я очень люблю сазан, карп. Толстолобик, я это все люблю, очень люблю, но зять у меня не любит, где кости, в рыбе кости, все, это уже ему для него, ну, выше его сил кушать. Он очень любит рыбу, но где кости, он лучше откажется от рыбы, но есть он ее не будет, кости вот выбирать это не его. А я буду любые косточки выбирать, мне очень нравится рыба, поэтому для меня поровну, и я так, что я зачастую могу и то, и то взять, а так я ради зятия беру только вот у меня сом скумбрия, вот, вот судак, но судак не всегда, потому что он какой-то суховатый, однако сом сейчас на дно залег, его не ловят скумбрия, ну вот мы не так давно скумбрию готовили, и это, сегодня заехала Олечке, говорю, не выйдет ничего, я все-таки на Новый год хочу вот рыбку запеченную, и она, а какую ты рыбку хочешь? Говорю, вот какая будет, ну и заехали мы, она меня завезла в рыбный магазин, вы знаете, вот там настолько всегда рыба свежая, классная рыба такая, и я взяла такого вот, прикинула, но он как был там, в этой компании судаков, он был самый маленький, вот, самый маленький был, но он как раз будет на всю духовку, я просто прикидывала, чтобы он в духовку-то вошел хотя бы, но на лист, он с угла на угол войдет как раз, и вот они мне его почистили, значит, почистили от чешуи, от кишков, вот это все почистили, и я теперь, это его, просто этого судачка, я его это нафарширую и запеку в духовочке, это будет нечто, и я вот, собственно, весь Новый год, я буду в таком шоколаде, для меня рыба это рыба, рыбу я люблю, помню, когда мы в этот дом только переехали, и, значит, на первый Новый год я говорю, давайте сделаем коктейл, взять где-то там у кого-то, взял коктейльницу, значит, и смотрю, я говорю, Саш, ну ты купи крупненькую рыбку, тогда он замерил эту коктейльницу, и смотрю, приносит, мама моя родная, говорю, Саша, а ты не подумал, как мы будем его есть, сколько мы будем его есть, он принес, ведь это, по-моему, килограмм 10, белый амур, и вот он килограмм 10, он такой здоровый, он говорит, ну вы же сказали по коктейльнице, я говорю, ну хорошо, что вот эта коктейльница не 2 метра была, мы бы ее всем кварталом ели, честное слово, ну, в общем, ну рыба была, конечно, ого-го, какая вкусная, и вот так вот, в коктейльнице, конечно, это очень вкусно, но в духовке ничуть не хуже, с приправками, я внутрь туда лимончик, лук и морковь, почему-то вот так вот мне судак нравится, полное брюшко набиваешь, морковь трем, трудно терочке, лук кусочками, полукольцами, лимончик туда и туда, вот это все с приправками, чтобы полное брюшко было, и вот это все дает сок, и тогда он получается очень сочный, очень вкусный, очень вкусный судак получается, вот, поэтому вот так вот я запекаю в духовке, ой, вот, сейчас я же говорю, у меня языки вот оттаивают, не знаю, когда они мне оттаивают, чего не сообразила с утра, надо было с утра еще поставить, чтобы оттаили, я посмотрела, их там много, их там аж 6 языков, это очень много, мне пару язычков, чтобы вот сейчас отломить бы и поставить, отварить, и хватит, вот, поэтому вот я вам сколько уже наговорила, да, сколько я готовлю, буду готовить, ну, во всяком случае, с выпечкой у меня уже практически все готово, теперь осталось только собирать, собирать не трудно, собирать, знаете, сел за столик, красиво, удобно уселся, и сиди, сиди, делай, и уже украшай, потом там, знаете, полет фантазии, я потом уже зачастую Олю прошу, говорю, Олечка, у нее действительно, она, знаете, вот видит, она видит готовое изделие, я не вижу, она мне вот часто очень говорит, мам, как ты думаешь, вот так вот так вот так красиво будет, Оль, ты мне покажи, я тебе скажу, красиво или нет, безошибочно скажу, тебе идет, не идет, вот так красиво, некрасиво, а вот так готовое изделие я видеть не могу, а она может, она говорит, вот я его вижу, это будет очень красиво, ну, а я не вижу, ну, и вот так вот, короче говоря, все, вот, пожалуй, да, и все, сегодня, пока мы ездили, наша Моня вытворила, улеглась, вот сейчас рядом со мной в кресло довольная, спит, наша Моня съела гирлянду, мы приходим, а она, значит, из-под елочки вытащила всю вот эту мишуру, мы вместо вот ваты, как вот внизу ложат вату, обычно мы туда все это закрываем мишурой, и вот в мишуру Оля с Сашей выложили целую гирлянду, и вот эта вся мишура переливается, это настолько красиво. Сегодня пришли, я когда зашла, первым делом, по залу везде мишура, я говорю, кто, я думала, Люська, Люська у нас охотится за вот этим всем, Оля мне говорит, мам, зашла, ну, посмотри, гирлянда, все вот эти отъеденные, как ее не убило, я ничего не понимаю, Саше звоним, он говорит, когда-нибудь придете, лежит точно готовая, как ее не убило током, не знаю я, ну, и вот, короче говоря, вот так вот, сегодня съела, она у нас одну гирлянду, минус один, вот, сегодня, короче, мы обмотались, все, но мы быстро сегодня, потому что вот эта зеленушка, рыба и грибы, все, больше нам ничего не надо было, вот это купили и домой, и теперь уже завтра, послезавтра мы никуда, нет, завтра гости к нам, послезавтра мы в гости поедем к сватам, к Сашиным родителям, он в этот раз, давайте поздравим родителей, давай, какой разговор, давай поздравим, ну и, короче, поедем, поздравим, он позвонил, сватю предупредил, мам, мы приедем, она обрадовалась, ой, Саша, сынок, конечно, приезжай, конечно, им хорошо с сыном повидаться, это вот мы у них были 30-го, и вот как раз-таки 30-го и поедем, в месяц один раз, ну что это, потому что они там конетелятся, что-то сват работает, сватер работает, вот тут Саша постоянно на работе, реально некогда, вот, и вот, считай, 30-го на его день рождения были, и вот 30-го как раз поедем, поздравимся с днем рождения, ну нормально, посидим немножко, ну поедем днем, потому что кто его знает, какая дорога, какое что, поедем днем, поздравимся, запишемся немножко, вам покажем, как мы в гостях были, и все, а потом уже, я же говорю, 31-го будем сидеть дома, вот я туда к сватам тоже сделаю трайфлы, чай попьем, посидим, и вот мне почему лишний раз к ней ехать, она действительно очень такая хлебосольная женщина, очень хлебосольный человек, и мне ее очень жалко напрягать, она вот если знает, что мы приедем, ну что мы там приедем втроем, она стол накроет на всю комнату, уставит весь стол, готовит то-то-то-то-то, и вот в прошлый раз мы приехали на Сашем день рождения, я, например, даже не все смогла попробовать, потому что, ну очень много приготовлено, ну очень много, не все даже попробуешь, поэтому вот так вот, и вот ей говоришь, сватя, не надо, она говорит, я сама знаю, вот и все, коротко и ясно, ну вот как-то так, вот и все, на сегодня все, я больше ничего сегодня не делала, максимум я сегодня отварю языки еще, языки отварю, и все, все, завтра уже начнем торты собирать, завтра салатик сделаю, яйца сегодня надо мне отварить, чтобы завтра сделать салатик, на завтра Олечка просит с крабовыми палочками, наверное, мы с вами его вместе порежем, я запишусь, как салатик этот буду резать, я все приготовлю, усядусь, буду резать, и это, и с вами поговорю, вот этот салатик завтра сделаем, наверное, с вами, и трайфлами сделаем с вами, вот, поэтому, ну вот завтра у нас уже более конительный денек будет, ой, ну и сегодня конительный, он и сегодня конительный, поэтому, я вот еще судака не мыла, он у меня лежит, он распотрошенный, вообще вот, знаете, к празднику думаешь, да ничего не буду делать, я много не готов, я ничего не буду делать, и знаете, вот вчера вошкалась на кухне целый день. И сегодня вот даже с Олечкой, с ребенком не смогла пойти погулять, потому что мне надо вот это сделать, мне надо вот это сделать, мне еще вот это вот сделать. И пошло дело. Ну вот, вот такая вот сейчас жизнь. Вот такая жизнь. Потому что, вот, ну, мне очень нравится, зато когда мои детки урчат и кушают. Им очень нравится вкусно кушать, и когда вот им, что вот это вот я приготовлю, они с удовольствием едят, им это нравится. Знаете, это наивысшая награда и наивысшая благодарность. Поэтому, ну, вот как-то так. Поэтому на сегодня все. Просто таких вот особых новостей действительно нет. Завтра у Глебки, сегодня он последний соч написал, завтра у него контрольное чтение на время вот это вот идет. Ну, всяко прочитает он нормально, потому что он у нас хорошо читает. Прошлое контрольное чтение было, если у них норма пятьдесят, пятьдесят, что ли, с чем-то. Он больше читает. Поэтому нормально прочитает, и вот еще завтра считай контрольный урок у него, а потом классный час, и уже домой. Ну вот, и тогда уже каникулы будут. Пять дней даже у нас не будет никаких развиваек. Ой-ой-ой, да мы же же заотдыхаемся, это же какая благодать. Поэтому встретимся, да будем встречаться каждый день. Когда вот будем особенно отдыхать, ой, какая благодать будет. Я вам все расскажу и все покажу, чем мы занимаемся. Вот, Саша тоже у нас будет тридцатого, тридцать первого будет отдыхать, да, он только первого пойдет на работу, у него служба вечерняя. Вот, поэтому вот так вот. Не забывайте подписываться на мой канал, на наш канал, у нас семейный канал. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго, светлого, человечного. Я вас всех люблю, всех обнимаю, целую. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...